Дмитрий Волошин Чтобы не ютиться во время ожидания большей жилплощади, люди попросили временное жилье, куда бы могла съехать часть домочадцев. Глава округа поручил заместителям рассмотреть все возможные варианты временного квартирования людей. Средством за помощью обратились жители многоквартирного дома, у которых накопились вопросы по ЖКХ. Людям приходят большие суммы за отопление, при этом в доме недостаточно тепло. Я вчера специально спустился в подвал, я живу на 17 этаже, и там не то что параметров, до нас вода еле доходит, стоит в подвале 5 атмосфер. Дмитрий Волошин поручил руководству управляющей компанией и сотрудникам профильного ведомства администрации в кратчайшие сроки решить проблему с квитками и платежками. Берите специалистов и мне доложите утром, в чем там вопрос. Ну, конкретно, в чем там вопрос. Евгений Валерьевич разберется, пусть мне доложит. Потому что, ну, если это есть в одном доме, может, это и в другом доме. Я думаю, что вы это решите и не будете доводить людей до того, чтобы они приходили ко мне с такими вопросами, когда это можно в доме решить на уровне начальника участка. Также жители попросили о благоустройстве двора и ремонте подъезда, а по окончании встречи дали оценку преобразованиям в городе, которые облегчили жизнь химчанам. В частности, это строительство Репинской развязки. Для меня стало спасением, все-таки открытие у нас стало. Спасибо огромное. Мы сейчас стали проезжать, я объезжаю хотя бы Ленинградку. Приемы граждан глава городского округа проводит два раза в месяц. Информацию о порядке записи на прием можно получить по телефону, указанному на экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова